всем привет вот мы и добрались до 150 выпуска только супового выпуска есть еще другие конечно выпуски но это 150 суп сегодня его готовим в новом интерьере в новой студии теперь привыкайте к этой картиночке суп византийский я его назвал мне очень хочется назвать его византийский потому что он именно плана там где вот сейчас нынешняя турция наверное греция запах запах мяты которая присутствовать будет сливочном масле будет напоминать нам именно такую вот вот такая сухую погоду лето в общем щас все сами увидите для этого нам потребуется кусок мяса вот такой вот я его отварил с одной луковицей все больше ничего значит говядина второе нам потребуется лук и морковь нам потребуется зелень кориандра или кинза стакан сметаны большой стакан сметаны грамм тут наверно грамм 250 300 дробленый перец тут смесь перцев и белый и черный стакан мелкой мелкой вермишели 1 пачка масла сливочного пачка масла здесь 72 процента и по весу ночи пачка масла 1 пачка масла 3 столовых ложки муки сухая мята одна из главных героинь которая будет присутствовать в этом супе два яйца ну и поедать все это будем с хлебом с белым таким настоящим хорошим хлебом его можно конечно запечь в духовке а можно прямо с чистым белым хлебом свежим так ну что приступим быстренько нарезаем натираем вернее даже на терке морковь мелко лук делать все будем в казанчике вот в таком замечательном половину пачку масла раз дробленый перец сразу же и ставлю все на огонь вермишель закладываем что раз и перемешиваем под радостное перемешивание закладываем вермишель немного бульона чуть-чуть сейчас немного пропарим и весь бульон туда забил заливаем бульон надо немного оставить примерно около полулитра бульона нужно оставить сейчас покажу зачем так теперь делаем заправку заправку делаем так берем сметану берем 3 ложки муки 2 больших яйца и перемешиваем перемешиваем так чтобы не было комочков если у вас получается она густая она в принципе не должна у вас получится особо густая то тот бульон который вы оставили вы можете взять и вылить сюда для того чтобы все перемешалось еще лучше чтобы была более однородная масса сейчас я так и сделаю не весь может быть не бульон естественно должен быть холодный не надо его горячий сюда я его сделаю так чтобы она была прямо мелкая чтобы не кусочками было а развалилась по всему супу чтобы никому не было обидно чтобы никому не достался большой кусок маленький кусок всем досталось ну и кориандр теперь выкладываем сначала мясо потом заправку потом траву мяту потом зелень вот в таком примерно порядке погнали выкладываем мясо все теперь выливаем нашу заправку на полном огне тонкой струйкой постоянно помешивая далеко вот этот ковшичек не откладываем он нам еще сейчас пригодится беру оставшуюся пачку масла выкладываю наш ковшичек сотейник всю мяту туда раз беру зелень и иду к плите нам надо растопить масло и чтобы мята все свои запахи отдала ему отдала вот такая вот история то есть такая вторая заправка получается все ждем тем временем просто берем и доливаем сюда кипяченую воду кипящую прямо только что скипел регулируем густоту нашего супа то есть такая какая вам нужна у нас есть запас он получается довольно густой мука делает свое дело макарошки делают свое дело он даже не перестает кипеть потому что чайник только что скипел конечно нужно постоянно с мукой когда такая есть тема нужно постоянно перемешивать наш суп чтобы он там внизу не подкипел не подгорел лучше всего пока варите делать именно так и когда будете его разогревать тоже так делаете смотрите опа теперь выкладываем оставшуюся зелень осталось пять минут и наш суп готов только чтобы зелень прокипела чуть-чуть и все выключайте все наш суп византийский готов давайте накладывать еще раз контрольное перемешивание со дна как нас учили со дна и вверх полно хочу оторвать я вспомнил что будет мамочка наша смотрите ирина сергеевна скажет ну вот опять отламываешь но нельзя было отрезать можно можно специально для моей жены ирины сергеевны отрезал от куска не отломил а вот прямо вот руки прямо ну мне нравится мне отламывать так ну что пробуем вот все готов наш супчик и вермишелька и мясо и мята это очень вкусная штука ребята это мега сливочно очень вкусно очень по по овощному как-то хочется сказать очень хорошая штука очень вермишель вот она развалилась мясо чувствуется хорошо прямо здорово чувствуется и мята сливочная такая очень хорошая штука рекомендую приготовить вам по этому рецепту я сейчас эту тарелочку уговорю ребята тоже по тарелочке уговорят желаю всем самого наилучшего до свидания пока и